Порошенко передал артиллеристам комплекс «Посейден». Фонд Порошенко совместно с ООО «Справа громад» передали артиллеристам комплекс с тремя БПЛА «Посейден» и мобильным пунктам управления, а также передвижную авторемонтную мастерскую. Об этом сообщает РБК «Украина» со ссылкой на Петра Порошенко в Facebook. Беспилотники «Посейден» имеют дальность работы – до 150 км на высоте, до 4000 метров. Этот комплекс – как раз то, что нужно для разведки и наведения артиллерии, корректировки огня больших калибров. Самая крупная артиллерийская бригада в составе ВСУ, на южном направлении прикрывает все побережье. Ее дивизионы также участвовали в боях под Балаклеей Харьковской области. «Эти птички летают над враждебными позициями и дают всю необходимую информацию не только для нашей артиллерии, но и для нашего командования, которое ищет слабые места в обороне противника», – пояснил Порошенко. В то же время, пункт управления на базе грузовика «ДАВ» позволяет, в онлайн-режиме наблюдать за происходящим на поле боя. Скоро эти беспилотники будут снабжены, более мощными аккумуляторами. «Мы заключили контракт с производителями батарей, и будем использовать батареи, с мощностью на 40% больше», – добавил Порошенко. Также летом в войска, поступят беспилотники нового поколения Марк-4, которые будут иметь еще более мощную защиту, от вражеских средств РЭП. Напомним, что на днях мы сообщали, что Россия пытается заменить западные технологии, для увеличения экспорта газа. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины, читайте на канале РБК «Украина» в Телеграм. Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК «Украина». Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК «Украина» – 3w.rbk.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту. sbsobaka.rbk.ua